Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам наконец-то о долгожданном видео, которое я уже обещаю выпустить. Но прежде чем я его выпустила, я его пропила где-то уже, наверное, около двух недель и продолжаю также его пить. Чуть позже я вам расскажу, как я его завариваю, как я его пью. Ну а сейчас хочу рассказать, что такое чага. Чага это нарост на березе. Это такой вот нарост, образующийся такой гриб-трутовик называется. Чем же он полезен? Как вы поняли уже, видите, как он выглядит, когда его измельчаешь, он у меня уже высох. То есть его сушат в печах, да, и в сушильнях, да, в каких-то... Ну вот у меня дома очень-очень тепло, и он у меня высох превосходно. И вы знаете, очень приятный на вкус. Мы пьем всей семьей его, ну я говорю уже, чуть позже я вам расскажу, как мы его принимаем. Ну а сейчас хочу рассказать о его полезных свойствах. Что же дает этот гриб? Дубильные вещества, железо, медь, цинк и алюминий. Калий, магний, марганец и никель. Калий и магний очень полезны для нашего организма. Калий очень способствует для сердечно-сосудистой системы, очень благотворно воздействует. Магний очень хорошо расслабляет нашу мускулатуру. И знаете, ну это очень полезные такие, да, вещества, которые и при беременности назначают, чтобы снять какую-то мышечный тонус. Ну, что можно сказать? Только одни плюсы. Кабальт из серебро. Аминокислоты, смолы и феноловые вещества. Аминокислоты, пигменты, тиамин, поли и моносахариды, клетчатка. Такой насыщенный состав делает допустимым использовать березовый гриб для приема внутрь. Он оказывает выраженное положительное влияние на здоровье человека. То есть уже вы знаете, я много тоже брала информации, да, и люди уже через месяц-полтора ощущают очень такие положительные результаты на свой организм. То есть, ну, есть и силы, есть и какие-то облегчения, да, для организма это те же сопутствующие какие-то ЖК, да, есть проблемы у людей, да, и на самом деле хорошо восстанавливает. Способствует заряду энергии, во-первых. Это, знаете, дает бодрость, в то же время успокаивает. Вот знаете, много-много положительных качеств. Чага также обладает мочегонным свойствами, оказывает противомикробные и противовоспалительные действия, улучшает микрофлору кишечника, вот как я уже ранее, да, сказала, способствует эрубциеванию язвенных образований, помогает справляться с недугами дыхательной системы, оказывает укрепляющее действие на сердце и сосуды. А почему на сердце и сосуды? Я уже также вам проговорила, да, что там присутствует калий, который очень благотворно влияет на сердце, сосуды наши, да, стабилизирует давление, улучшает состав крови, оказывает благотворное воздействие на нервную систему, укрепляет процессы метаболизма, причем не только в кишечнике, но и по всему организму. Так что вот, целебные свойства чаги применяют при широком ряде недугов. Использование березового гриба оправдано. При циррозии и других тяжелых заболеваниях печени, при нефрите, пилонефрите и воспалении почек. А также чага помогает при мастопатии у женщин, при гастритах и язвенных недугах, при гипертонии, при псориазии, дерматитах, при онкологических заболеваниях, при ослаблении иммунитета. Акцентируйте на то, что когда иммунитет у нас ослабленный, то и, знаете, начинаются все наши болячки вылазить, и тем самым мы начинаем болеть. Но, вы знаете, очень много народных средств, которые идут вспомогательными для нашего организма и благотворно влияют и помогают. Но, вы знаете, этим нужно заниматься, заниматься своим здоровьем, а не надеяться на лишь только медикаменты, какие-то химические. Я ни в коем случае не говорю, чтобы и не настраиваю людей на то, чтобы люди не пили какие-то медикаментозные средства, да. Но можно, конечно же, плюс к этому делать вспомогательную терапию и тем самым, знаете, чувствовать себя гораздо легче, нежели как-то просто пить таблетки и ничего больше. Ведь, знаете, сейчас много людей заблевает, да, и садятся люди на антибиотики. И, в первую очередь, если мы пьем антибиотики, то тем самым мы садим иммунную систему в каком плане? Мы убиваем всю полезную флору в организме, в кишечнике. А, как правило, говорят, что в кишечнике у нас более 70% иммунной системы. Которую мы тем самым убиваем, принимая, да, антибиотики. Но порой, конечно, без антибиотиков мы не можем обойтись, и тем самым они спасают нам жизнь. Но восстановление после антибиотиков очень даже может способствовать чага. Так что возьмитесь обязательно на заметочку. Ну, в принципе, я, наверное, маленечко, да, рассказала вам о полезных свойствах чаги. Вы можете, да, на просторах интернета также найти больше информации, если вдруг вам показалось мало, да, того, чего я вам пояснила. Ну, вы знаете, искать можно много, искать можно постоянно, но нужно как бы начать принимать, да, и на своем организме уже видеть какие-то результаты. А результаты, я вас уверяю, будут положительные. Но, конечно же, кому это надо, кто действительно заинтересован, у меня на канале есть, да, рецепт всеми нами любимый. Это осина, которую люди принимают и много принимают, и есть очень положительные результаты. Ну, знаете, плюс к осине я вот сейчас еще и принимаю чагу. То есть я ее принимаю одновременно. Я нисколько не лукавлю. У меня, я вам не так давно показывала, я ставила осину. И сейчас я вам покажу плюс к этому. Так, ну что, вот она всеми любимая наша осина, которую я принимаю и вы принимаете вместе со мной. Ну, вижу только положительные результаты, знаете, облегчение. Знаете, вот, ну, я, я, я довольна. Вы знаете, я не буду передавать там всего того, да, что можно сказать. Если есть желание, она также продается в аптеке. Пожалуйста, сейчас я вам, Яра, расскажу вам, как именно я принимаю ее. И, конечно же, вы посмотрите, и, может быть, уже кто-то принимает, да. И были такие подписчики, которые мне писали, что принимают чагу. Ну, в общем, буду вам рассказывать. Так, берем столовую ложку. Вот у меня столовая ложка. У меня литровый термос. Я запариваю это на двух взрослых детей и на нас с мужем. Ну, маленький ребенок, он, знаете, три раза в день по глотку делает. Хотя, вы знаете, есть информация, что маленьким детям нельзя. Но мы по глотку делаем, вы знаете, только плюсы, одни плюсы, нежели минусы. Так вот, я беру четыре столовые ложки сушеной чаги на литр. Так. И заливаю водичкой. Водичка у меня градусов 30, не больше. Хотя, говорят, можно от 30 до 50, но заваривать ее сильно не нужно. Потому что она теряет все полезные свойства при заваривании. Что с крутой кипяток, кто-то берет и кипятит. Да, ее нет. Этого делать не нужно. То есть, я залила ее. Так, видно, не видно, да. И что, она у меня стоит всю ночь. То есть, вечером я ее заливаю водой. Всю ночь она у меня стоит, настаивается. Утром я также ее не цыжу. Просто беру ситечко, в кружечку наливаю и мы выпиваем. То есть, получается, где-то по стакану в день мы выпиваем чаги на одного человека. То есть, мы делим его где-то. Ну, если вдруг у меня, допустим, Саша на работе, муж, да, он выпивает утром полкружечки и вечером полкружечки. Если же мы дома, то этот стаканчик мы выпиваем в течение дня, утром, обед, вечером можем выпить. Ну, то есть, разницы нет. Он, знаете, никакого вреда не несет. Можно и больше принимать. Ну, вот у нас вот такой вот рецепт, да, который мы себе распределили, по какому количеству мы его принимаем. И вот, видите, вот так у нас получается. Все. Сейчас я его закручу и оставляю термос на всю ночь. Ну, и, конечно же, жду от вас комментарии. Что вы думаете вообще про такой грипп? Пользовались ли вы когда-либо, да, принимали? Как принимали? Расскажите вообще ваши какие-то положительные, либо отрицательные с вашей стороны, да, действия чаги. Ну, по мне, так я думаю, что отрицательных не будет, но все же, а вдруг, мне будет очень-очень интересно. Так что жду от вас комментариев и спасибо за просмотр и всем пока-пока. Продолжение следует...